МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо мамам! Армавирцы широко отметили один из самых добрых российских праздников. На приеме у главы городоначальник и его заместители помогают решать наболевшие проблемы. Запрет на работу. Прокуратура проверила наличие в детских учреждениях сотрудников с судимостью. Здравствуйте в студии Марины Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города минувших выходных и начала новой недели. Нет, наверное, ни одной страны мира, где не отмечался бы День Матери. В календаре праздничных дат России он появился сравнительно недавно, в 1998 году, и приходится на последнее воскресенье ноября. Каждый из нас в этот день поздравил свою маму. Однако некоторых хранительниц очага решил отметить и глава города. Почему, расскажет Влада Волошина. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Именно такие жительницы Армавира были приглашены главой города на торжественный прием. Поздравляя их, Андрей Харченко подчеркнул, что сегодня государство возвращается к пропаганде семейных ценностей. Все, что сегодня сделано за последние годы в поддержке материнства, в поддержке семьи – это большие программы, большие средства, которые сегодня вкладываются. И уверен, что все, что делается, оно даст свои положительные плоды. И по укреплению семьи, то, что было утрачено, по укреплению идеологии семейного воспитания. В зале женщины разного возраста и разной судьбы. У кого-то один ребенок, у кого-то несколько. Но всех этих мам объединяет одно – они вырастили достойных детей, которые преуспели в учебе, спорте, творческой деятельности. У Ольги Лукьянова ее супруга четверо сыновей и дочь. Мужская половина – это гордость не только семьи, но и города. Все ребята достигли больших спортивных высот. Дима занял первое место в Сочи, по первенству по греканинской борьбе, чемпион края. Максим, ну, я уже сейчас немножко, конечно, так постарше, мы выглядим. Максим, он у нас абсолютный чемпион города в свое время вообще, и у нас в течение трех лет. Тоже призер ЮФО. Ну, вот, Семен, Сережка, они сам дадут, думаю, как бы больше в спорт, в школу. Достижение детей – плод усилий родителей. Супругам Лукьяновым вручили медаль за родительскую доблесть. Председатель Армавирской думы Владимир Сосновский сказал, что воспитание достойных детей можно считать подвигом. Материнская забота – беспредельная забота. Она, собственно говоря, согревает будущего нашего взрослого человека. Это божественный дар – быть матерью. И мне очень приятно, что здесь сидят женщины, которые этот дар с лихвой восполняют. В нашем городе немало прекрасных мам, подчеркнул глава Армавира. И в лице приглашенных на праздник он поблагодарил всех женщин. Участницам торжества вручили благодарственные письма, цветы и подарки. А финалом стал замечательный концерт. К другим темам. В минувшую субботу глава Армавира Андрей Харченко провел расширенный прием граждан. По традиции, встреча с горожанами прошла во Дворце культуры. Она продолжалась более четырех часов. Прием ввели в том числе и заместители городоначальника, курирующие разные сферы деятельности муниципалитета. В привычном для горожан формате прошел личный прием главы Армавира Андрея Харченко. Вопросов прозвучало немало, и ни один не остался без внимания властей. Так, например, у жителей многоквартирного дома 32 по улице Азовской наболевшей за последнее время проблемой стало отопление. Теплотрасса, которая подходит к этому дому, требует ремонта. Как отметил городоначальник, работы необходимо провести в кратчайшие сроки. Андрей Харченко поручил в течение 10 дней устранить неполадки и обеспечить жителей теплом. Соответственно, это нужно делать в ближайшее время. Не по нераватке заниматься, нужно где работают, по нераватке. Будьте добры, это сделайте. Неполадки, из-за которых страдают жильцы дома номер 52 по улице Кирова, также оказались в центре внимания власти. Регулярно в подвале дома появляется вода. В муниципалитете об этом знают и совместно с соответствующими службами намерены решать эту проблему. В прошлом году была частично выполнена работа по ТАРГ-кредитированию, так называемой, по проекту, который выдала организация, которая на это имеет лицензию. В этом году по конкурсу, который наконец-то состоялся, который три раза объявляли, и вы об этом знаете, организация выиграла, и она же делала проект. Эта организация должна работать и закончить. А мы не будем оплачивать эту работу до тех пор, пока мы не удостоверимся с вами, что сегодня воды в два недели. Контролировать выполнение поручений данных главой города помогут регистрационные карточки, в которых указан ответственный чиновник и сроки исполнения. Марина Белова, Игорь Тарасов, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». Одним документом меньше. 24 ноября вступило в силу постановление правительства, согласно которому у водителей перестанут требовать доверенность на управление транспортным средством. Большинство автомобилистов положительно отнеслись к инициативе законодателей. Но, как показал опрос, не все спешат расставаться, хоть и с рукописным, но все-таки документом. Рассказывает Ирина Рухлядко. Рукописная доверенность на управление автомобилем в обиходе существовало не одно десятилетие. Но в ноябре 2012-го история документа закончилась. Теперь, если водитель не является собственником машины, но при этом сидит за рулем транспортного средства, все, что нужно, это права, свидетельства о регистрации автомобиля, полис ОСАГО. Если водитель не является собственником транспортного средства, но он вписан в страховой полис ОСАГО, либо страховой полис ОСАГО без ограничения, водитель имеет право управлять транспортным средством без доверенности. При остановке сотрудниками госэнспекции или ДПС водителя за то или иное правонарушение, водителю должен будет предоставить документы на автомобиль, это свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и поле СОСАГО. Доверенность на право управления теперь требовать не будут. Водители к такой инициативе правительства отнеслись более чем положительно. Многие считали доверенность лишним документом, часто забывали продлевать срок действия. А вот движение без заполненного бланка инспекторами ГИБДД приравнивалось к управлению транспортным средством водителям, не имеющим при себе документов. Наказание 100 рублей или, что более неприятное, отправка машины на штрафстоянку. Теперь те, кто хоть раз ездил по доверенности, ликуют. Разве мне надо срочно куда-нибудь поехать, вот взял у товарища машину и поехал. Списывали туда в этом страхов и поехал. Я думаю нормально. Значит люди подумали, додумались до этого, чтобы сделать вот такой шаг, чтобы всем было удобно. А вот Владимир Волобуев вопреки закону о доверенности отказываться не торопится, несмотря на то, что нововведение ему нравится. Свой автомобиль он купил по доверенности и ездит по рукописному документу. Хранит его вместе с правами и техническим паспортом. Мужчина говорит, места он много не занимает, поэтому пусть пока будет. Ну так-то на всякий случай рвать я не рискую, потому что, как говорится, документ есть документ. Я что-то не доверяю, не рискую сейчас в данный момент от него избавляться. Мне кажется, это удобно и водителям самим, и тем, кто ворует машину. Если никто оставляет документы в машинах, пожалуйста, у тебя и машина, и документы все твое. Никакие претензии не предъявят. Рукописная доверенность свою отжила, а вот ее нотариально заверенный вариант водителям еще пригодится. В ряде случаев документ должен быть на руках обязательно. При совершении регистрационных действий, если водитель транспортного средства не является собственником, то ему необходима будет нотариально заверенная доверенность для того, чтобы снять машину с учет или поставить машину на учет. Такая же доверенность будет необходима, если он не является владельцем, чтобы забрать машину, например, со штрафстоянки. Также для выезда за пределы Российской Федерации, если водитель не является собственником, также потребуется нотариально заверенная доверенность. ГИБДД уверяет, что отмена рукописной доверенности на управление автомобилем не повлияет на статистику угонов. Проверить по базам машину для инспектора давно не составляет труда. Тем не менее, водителям стоит быть более внимательными и не оставлять документы в автомобиле. Продолжаем выпуск. Лица, имеющие судимость, не допускаются к работе в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних. Об этом говорится в дополнительных пунктах и поправках к Трудовому кодексу Российской Федерации. Как исполняется законодательство в нашем городе, выясняла прокурорская проверка. Подробности у Ларисы Юровской. Это как раз тот случай, когда судимость может обернуться повторным приговором. О строгости закона можно рассуждать долго. И хотя статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» или «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей» разные, суть от этого не меняется. Лицам, которые имеют судимость, запрещается работать в учреждениях, связанных с воспитанием или образованием несовершеннолетних. Не имеет значения, сколько времени прошло с того момента, погашена либо не погашена была судимость. Главное, чтобы эти дела в отношении этих лиц не были прекращены по реабилитирующим основаниям. В ходе прокурорской проверки в Армавире были выявлены нарушения на двух предприятиях. Им выписаны соответствующие предписания. Проведены проверки в спортивных организациях города. И также были выявлены факты работы в центрах спортивной подготовки лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. В частности, по статье 119, это угроза убийством, считается преступлением против личности. Дисциплинарное взыскание получили и работники отдела кадров, которые вовремя не проверили факт наличия судимости. Руководство учреждений должно срочно расторгнуть трудовой договор с этими людьми. Вернемся к теме, с которой начался выпуск. Ко Дню матери по традиции проводятся встречи, выставки, концерты, фестивали. Активисты молодежного парламента 4-й школы в этом году решили по-особому подойти к организации праздничного концерта и пригласили в гости одаренных артистов из интерната слепых и слабовидящих детей. Подробности в следующем сюжете. Ангел, который будет с тобой всю жизнь, поможет и поддержит в трудную минуту, разделит радость и тревогу. У него много имен, но ты будешь называть его «мама». С такой притчей начался праздничный концерт в 4-й школе. Мы все мамы, а наши воспитанники – это наши дети. Мы тоже себя относим к числу многодетных семей. Мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет продолжаться. На сцену одна за другой выходили местные звездочки. И хотя свои песни они адресовали всему залу, украдкое во время выступления искали среди зрителей того единственного человека, чья поддержка была важнее всего. А затем перед сценой собрались мамы, которые подарили жизнь трём и более ребятишкам. Всех их ждали поздравления и приятные сюрпризы. Несмотря на то, что в 4-й школе учится много талантливых ребятишек, в этот раз в программу праздничного концерта они включили и номера, которые подготовили воспитанники интерната слепых и слабовидящих детей. Такое сотрудничество помогает нам реализовать наши проекты «Протяни руку ближнему». Мы надеемся, что воспитанники интерната слабовидящих детей, они сумеют почувствовать в стенах нашей школы, что востребованы, желанны не только у себя в интернате, но и у нас. Примечательно, что традиции сотрудничества на этом концерте не оборвутся. В ближайшие дни с ответным визитом и яркими концертными номерами ученики 4-й школы поедут в гости к своим новым друзьям в интернат. Общение с инспектором ГИБДД может быть и приятным, особенно в праздник. В канун Дня матери полицейские штрафов не выписывали, а вместе с волонтерами поздравили женщин-водителей, у которых есть дети. А представителям сильного пола напомнили, что есть повод навестить самого родного человека. Такого опыта общения с инспекторами не было даже у водителей со стажем. На этот раз взмах палочки не сулил им штрафа или даже проверки документов. Повод для остановки на редкость позитивный – День матери. Марина Крышталева признается, на поздравления из уст полицейских и волонтеров никак не рассчитывала, поэтому особенно приятно. Когда меня остановили, сразу первая была мысль о том, что я что-то нарушила. Просто это было неожиданно и очень приятно, что этот праздник у нас в стране все-таки начали отмечать и что все так очень приятно, лояльно. Ну, в общем, очень все приятно. Спасибо. Но в этот день останавливали не только водителей прекрасного пола. Мужчинам участники акции напомнили, что самые дорогие поздравления мамы ждут все-таки от детей. И хорошо бы произнести их не по телефону, а при личной встрече. И как раз передать магнитик с поздравлениями от полицейских и молодежи. Некоторые автомобилисты о том, что скоро праздник, услышали впервые. Мне очень приятно, что напомнили. Я не знал. Завтра поздравлю маму с днем. Матери магнитик повешу на холодильник или куда-нибудь, чтобы напоминал. Чтобы общение всегда проходило только по приятным поводам, инспекторы решили воспользоваться случаем и еще раз разъяснить правила. На территории края сейчас проходит компания автокресла детям. И водителям напомнили, что перевозить пассажиров младше 12 лет необходимо с помощью специальных удерживающих устройств, а всем остальным в машине пристегиваться. Ольга Чухонцева, Алена Лагвиненко, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». Это был заключительный сюжет и теперь информация синоптиков. Я передаю слово Владе Волошиной. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на вторник. Здравствуйте, дорогие телезрители! Приближается зима и погода дает нам это почувствовать. Во вторник, 27 ноября, утром будет малооблачно, может пойти небольшой дождь. Столбик термометра покажет плюс 2 градуса. Ветер слабый, западный. Днем выглянет солнышко и потеплеет до плюс 5. Ветер не изменится. Вечером небо затянется облаками и станет совсем прохладно, 0 градусов. А ветер изменит направление на южное. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. А по народному календарю 27 ноября – Филиппов день. Он знаменует начало рождественского поста. Принято было выносить во двор закуску домовому, чтобы водился скот. Заканчивались свадебные недели и начиналась куделица – пора прядения пряжи. Желаю и вам найти себе полезное занятие. Метеопрогноз завершил выпуск с новостями. Вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио «Армавир». С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова